Аббас, если вспоминать о персонажах, таких как Пригожин и Кадыров, ну мне кажется, может я ошибаюсь, Пригожин это такой человек, который вот быстро выскочил и быстро упадет. Многие говорят, что он там может идти в президенты России, но мне кажется это абсурд, может я сшибаюсь. Но вот Кадыров, Кадыров в Чечне сидит последние месяц-два, он вообще молчит, кажется больной, потому что у него лицо очень распухло, так здоровый человек не выглядит. Но он все-таки собрал силы, встретился с Путиным. К чему я веду? Вам не кажется, что Кадыров, который в начале войны был на пике популярности, он был как-то лицо угрозы на войне, сейчас он утратил свой шанс продвинуться дальше в России? Или все-таки он еще имеет какие-то надежды дальше иметь влияние в России или в Чечне даже? Он, конечно же, перешел от наступления, которым он занимался на протяжении долгих-долгих лет. То есть он занимался постоянной экспансией, он вторгался на чужие территории. Не в военном смысле, а в политическом, хотя он в политике активно использовал силу. Теперь, конечно же, он перешел к обороне. А в экспансии ему думать не приходится, ему бы свое удержать. По его РНМе ВСУ нанесли удар страшной силой. То есть долгое время влияние Кадырова на 99% было основано на ощущении, что Кадыров и кадыровцы – это прям чемпионы мира. Это прям самые крутые вояки, какие только могут существовать на планете. Тут выяснилось, что далеко ходить не надо, ни в Америку, ни в Африку. Просто в соседний двор зашли, в СУ, и получили по зубам. И, конечно, это миф о кадыровцах очень сильно разрушило. У меня даже сейчас гипотеза появилась, что все слухи об его болезни он, на самом деле, сам инициировал. Не утверждаю, всего лишь не исключаю этого, для того, чтобы снять с себя ответственности за поражение. То есть я бы им там показал, конечно, но вот эти болеют. То есть из больного какой спрос? Он сейчас слаб в политическом смысле слова. Он какое-то время пытался за счет этих тик-ток-войн продержаться на плаву. Но потом понял, что ерунда получается. Хотя бы это прекратил, это уже хорошо. Ну, то есть это свидетельство о какой-то адекватности и воле самого, и воле советников. Но, тем не менее. Вот. И теперь он, ему не дать память, ему бы свою власть в Чечне удержать. И он уже начинает явно подыгрывать Кремлю. То есть какое-то время назад он пытался еще маневрировать, он искал себя, не исключал фронты. А помните, он заявил, что в начале Земли, что он, что Запад, дескать, сам виноват, в свое время не поддержал отделение Ичкерри от России. И теперь вот, значит, и теперь вот хлебает, так сказать, проблемы большой ложкой, потому что вот мы теперь с Россией. Ну, то есть, по сути, он поставил под сомнение быть с Россией как благо. Это вынужденный шаг получился такой, да. Значит, ну, недопустимая мысль с точки зрения того, что он до этого декларировал. Сейчас он, видимо, абсолютно лоялен, уже и пригоженно сливает, да, в пользу Шойгу. Он, ну, сейчас надо удержать власть в самой Чечне, потому что очевидно, что значительную часть чеченцев он своими авторитарными диктаторскими методами, значит, управления настроил против себя. И пока он еще силен, ну, в достаточной степени, то есть, Украину, да, он победить уже не может, это все поняли, но власть в Чечне, наверное, еще держит. И поэтому он, значит, ну, то есть, поэтому пока там нет восстания, но в целом понятно, что украинская, ой, чеченская оппозиция, значит, поднимает голову. Ну, то есть, те чеченцы, которые воюют сейчас на стороне ВСУ, они же честно открыто декларируют, да, мы сейчас разобьем их здесь, а потом мы пойдем освобождать Чечню. Ну, то есть, мы возродим кичкорейский проект. И, конечно, Кадырова это пугает, он к этому готовится, и поэтому, смотрите, его интересы вошли в противоречие с интересами Путина. Интерес Путина заключается в том, чтобы чеченцы активно сейчас штурмовали Бахмут и воевали там, совершали подвиги, да, ну, хоть как-то, может быть, помогли бы там хоть что-то там из Украины выжать еще там, отжать что-нибудь еще, да. Вот. А интерес Кадырова заключается в том, чтобы не растратить их, как этот Пригожин делает со своими вагнеровцами, да, а, значит, сберечь их, чтобы они сидели в Чечне, готовые к оказанию сопротивления, значит, там, будет ли это внешняя оппозиция, будут ли это там внутренние восстания, да, но чтобы, в общем, вооруженные силы у него были. Да? И, то есть, интерес Путина заключается в том, чтобы кадыровцы воевали, а интерес Кадырова заключается в том, чтобы они не воевали. В общем, там очень сложная такая сейчас история, и они вот ее очень как-то расторговывают. Не до конца понимают, честно скажу. Более того, я специально консультировался, есть у меня пара-тройка знакомых, которые хорошо, очень хорошо знают Кавказ, с ними, ну, гораздо лучше, чем я, да, ну, специалисты прям. С ними разговаривал, они тоже не до конца понимают, что за игра с сыном это идет, вот. И, в общем, пока давайте наблюдать, пока вот, наверное, ничего, кроме того, что уже сказал, сказать не смогу. Ну, и важно то, что вы вспомнили о тех чеченцах, которые воюют в составе ВСУ. Нужно понимать, что именно эти чеченцы будут иметь боевой опыт, что немаловажно. И это куда все меняет ситуации в освобождении Ичкерии, очень меняет. Нет, надо вообще понимать, что в Чечне на протяжении долгих лет клан Кадырова, Тейп Кадырова подавлял всех остальных. То есть вот он бенефициар, да, его этот Тейп Биной и какое-то там подразделение внутри этого Тейпа, да, а все остальные, они не удел. И все остальные недовольны. И потенциально, когда этот Биной пошатнется, их там на куски рвать будут, я думаю. Я боюсь, что там вот. Вот я в целом перспективом гражданской войны в России в целом отношусь со скепсисом. Ну, то есть, скорее всего, не будет. Более-менее, крови коленется немного. Россия станет демократией без большого кровопролития. Вот. Но вот в отношении Чечни у меня такой уверенности как раз нет. Вот там кровь пролиться может прилично, это будет кровь Кадырова. Да, и, кстати, вот на днях я разговаривал с таким Мусаломаевым, то он говорит, что чеченцы очень и очень ждут того, чтобы начать сбрасывать Кадырова и его кадыровцы. Напоследок, Аббас, вопрос, конечно же, о Путине. Как вы считаете, есть ли вообще такое понятие, как приемлемые для самого Путина пути отхода? Может он сделать такое отрицательное наступление, как говорили в Кремле? Вот шаг назад в понимании того, что он точно не выиграет эту войну, а, скорее всего, он полностью проиграет ее. Значит, да, шанс есть, и я все-таки надеюсь, что они его в конце концов и реализуют. Значит, это тот шанс, который я писал в своем докладе, преемник, который выписал полгода назад. Значит, я надеюсь, что... Я вот как раз прогнозировал, что весной-летом этого года элиты все-таки убедят Путина, что выиграть войну у него не получится. А в ситуации отсутствия победы в войне не факт, что ему удастся выиграть президентские выборы, и поэтому ему все-таки лучше выдвинуть преемника. В прошлый раз я вам говорил о том, что таковым преемником может оказаться Медведев. Далеко не самый сильный вариант. Если бы я работал политтехнологом Путина, и если бы он меня спросил, мое мнение, то я бы сказал, конечно, что не Медведев это должен быть, а, условно говоря, кто-то из тройки, значит, Мишустин, Набиулина, Собянин, ну, можно еще вокруг покопать, типа Кудрина там и так далее. Ну, то есть людей, можно каких-то совсем технократов малоизвестных, типа Силуанова, там, не знаю, Мантурова, там. Ну, в общем, людей минимально замазанных в этой войне. Недедик все-таки слишком замазался. И вот, да, прекратить войну, то есть приемник прекращает войну, начинает переговоры о нормализации ситуации с Западом, с Украиной, значит, потихонечку раскручивает гайки внутри России, ну, то есть людей-то за анекдот перестает сажать. На этом фоне спокойно избирается, говорит о модернизации. Ну, тоже, примерно, то же самое, что Медведев делал в 2008 году. Говорит, свобода лучше не свобода, обозначает такой аккуратный вектор в направлении либеральных реформ. И вот такой человек честно победит на выборах, и он спасет страну от революции, в общем-то. По крайней мере, на коротком отрезке. Дальше будет зависеть от того, что он потом будет делать. Но, как минимум, в этом следующем году революция не случится. И для Путина это уже, в принципе, неплохой вариант, потому что пока все идет в том направлении. Пока он, прямо вот как Николай II, тупо вообще упершись рогом, значит, тащит страну в сторону революции. Вот просто за счет своей неадекватности и неспособности посмотреть по сторонам и сманеврировать. Вот. Так что выход у него еще есть, но для этого нужно быть в достаточной степени прозорливым, в достаточной степени мудрым и в достаточной степени гибким. Не уверен, что Путин этими качествами не обладает. Продолжение следует...